Вот вы знаете, друзья, честное слово, не хотел поднимать эту тему по поводу вчерашнего кино Алексея Навального. Вы заставили, закидали меня уже с вечера сообщениями, месседжами, смс-ками и так далее. Что ты по этому поводу думаешь? Что можешь сказать? Ребята, ну я-то скажу, я просто боюсь, что я вас расстрою. Ну давайте скажу, на самом деле, можете начинать меня уже гнилыми помидорами кричать. Кто-то прямо сейчас, можете написать комментарий, а-а-а, все с тобой понятно, ты продался там, ну и бла-бла-бла, и отключиться, да ради бога. Ну если вам интересно мое мнение, ну вот я честно не понимаю вот этих вот восторженных визгов в публике вчерашней, да, я не понимаю вот этих вот восторженных визгов моих коллег, в том числе журналистов, блогеров, некоторые успели даже какой-то ролик запилить по этому поводу еще накануне, да, вчера выдать его в эфир. Меня, например, такие ребята просто откровенно разочаровали. Почему? Да потому что я не верю, еще раз повторюсь, ну не верю я, что агент ФСБ вот так вот просто в открытом эфире будет говорить по телефону с каким-то случайным пассажиром, да, вы можете спорить со мной сколько угодно, ну Навальный же там все обставил таким образом, что как будто бы звонили с рабочего телефона. Ребята, да не будет агент ФСБ, вообще любых спецслужб, любых силовых ведомств, простой полиции, Росгвардии не будет никогда сотрудник силовых структур обсуждать по телефону, да, какие-то вещи, если, конечно, он не конченый идиот, я не буду этого делать, вот я журналист, простой журналист, я не сотрудник ФСБ, я простой журналист, у которого нет допуска даже не то, что к секретным каким-то вещам, вообще хоть вот к вещам, на которых есть там намек, да, легенды, что как будто бы они секрет, вот нет у меня таких допусков, даже я этого не делаю, никогда не обсуждаю по телефону даже со своими знакомыми, даже со своими партнерами, даже со своими коллегами, телефон которых у меня забитый, который я знаю, да, голос которых я знаю, я не буду, я всегда скажу, то есть встретимся где-то и поговорим, да, там на уровне привет-привет, ради бога, но тут-то мы что видим? Человек звонит, там агент ФСБ, да, алло, да, сейчас я какой-то там от Ивана Ивановича, зовут меня Петр Петров, Василий Алибомбаевич дал ваш номер телефона, я сейчас там для какого-то Махмуда Ибрагимовича что-то там составляю, какой-то отчет, от вас нужно пару абзацев давать, и тот попер, все рассказывает с именами, фамилиями и бла-бла-бла, все это в эфире, причем он там где-то в какой-то момент даже задает вопрос, вот этот вот товарищ, типа, а мы в открытом эфире об этом говорим, ничего страшного, нам по башке не пили, да, нормально, говорит Навальный, и опять у этого сотрудника ФСБ не возникает никаких вопросов, ну бред, 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 ребята, так не бывает, это нереально, так не может быть, потому что так не может быть никогда, да, да, кто-то мне может опять же возразить, какой-нибудь безграмотный товарищ, который понятия не имеет, да, что такое силовые структуры, что такое спецслужбы, которые об этом только в кино видел, ну там в 7 утра позвонили, реально знакомый телефон, ребята, мы говорим не про Васю Кукарекина, мы говорим о сотруднике ФСБ, их там как собак натаскивают, он тебе в любом состоянии, вот ты знаешь, вот его за километр, видно, он будет говорить так, что я болтаю, ты сразу поймешь, что это сотрудник ФСБ, у них каждое слово выверено, они не болтают попусту, их натаскивают на это, я, да, человек, который когда-то учился на офицера, я закончил суворовское училище, у меня огромное, огромное количество друзей детства, да, при погонах, есть в том числе люди, которые служат в ФСБ до сих пор, вот мы с ними встречаемся, там иногда по праздникам, вот 19 декабря у нас был праздник, день суворовского училища, опять там встречались с ребятами, даже когда мы встречаемся, вот так посидеть где-то в ресторанчике пивка попить, то даже в этот момент ощущение такое складывается, что этот чувак, да, он какой-то сценарий заранее написал, утвердил его и говорит с тобой по утвержденному сценарию, вот хмельной, кривой, косой, но из него лишнего смысла, там все выверено, а тут, да бред, сумасшедший, ну не может такого быть, поэтому не верю я в это, с другой стороны, я не хочу обвинять Навального, да, в том, что он нас всех решил обмануть, вполне себе допускаю, что его таким образом подставили, кинули, те же спецслужбы, чтобы выставить идиотом, но он ведь и сам много говорит, что за ним следят, вполне себе очевидно, что это там, где он, там, в Германии или где-то еще, за ним продолжают следить, и не знают где он, что он, как он, посему, ну, просто, да, над человеком решили таким образом приколоться, чтобы оборжать все это на весь мир, возможно, пропагандисты будут этим заниматься, но, ну, честно скажу, я бы вот так не аплодировал и не кричал, вау, какое расследование, еще раз, многие мои коллеги меня разочаровали, если я могу понять обычных зрителей, да, которые далеки от всего этого, они просто изголодались по нормальной, честной, правдивой информации, и кто-то, типа, помои, вечно льет, это вот дерьмо, вранье, им хочется какой-то альтернативной точки зрения, душа требует, да, и они готовы в это поверить, тут своих коллег, я не понимаю, короче, как-то так, хорошего дня, и да, сегодня, вот сейчас должно было выйти это видео, ну, из этого ролика мы его перенесли, где-то ориентировочно в 16 часов по Москве выйдет, очень интересный проект, он двухсерийный, я его задумывал, он несколько недель с ним носился, несколько недель над ним работал, называется он Третья мировая война уже идет, и при чем, тут пандемия коронавируса, повторюсь, две серии сегодня первая, обязательно посмотрите, я думаю, вам будет есть над чем подумать, все, пока, пока!